Или в руки дают эти керамические чаши, она должна разбить. Это как разница между регионами. Но в основном в руках дают эту керамику, эту чашу, чтобы она была сильной мамой, чтобы она была сильной женой. А когда сидят за столом невеста и жених, обязательно родственницы, либо мама, либо сестра жениха, обязательно где-то найдут мальчика. Его привезут, чтобы он сел на колени невестой. Чтобы у них первый ребенок родился сын. Естественно, когда рождается сын, это праздник. У нас что говорят? Разницы нет, сын или дочка. Сын, мальчик или девочка. Главное, чтобы был полезный для своего народа, для своей страны и для религии. Религия. Что значит был полезный? Был человеком. Какая разница? Но когда сын рождается, конечно, как рождается новый защитник родины, страны. Рождается новый отец в этом смысле. И раньше семьи старались обеспечить именно сновей высшим образованием, чтобы у человека была специальность, чтобы он содержал семью. Раньше же так было. Мужчина работал, как жена дома, занималась с детьми. Не надо было работать, потому что хватало. А сейчас уже не так. Сейчас и так, и так. Ну, зависит, конечно, от женщины. Есть образованная, хорошая работа. Но когда ребенок рождается, говорит, что я сама хочу вырастить ребенка. А кто-то говорит, что нет, я устроила карьеру, я не буду бросать работу. Нанимать не могу. И так сейчас популярно филиппинок нанимать, чтобы они говорили на английском. С ребенком уже с маленького возраста. А так обычно старшие смотрят о детьми. Бабушки, дедушки. Тоже все происходит по-разному. Есть бабушка, дедушка, которая и любит, и балует, но в определенных рамках. А у нас большинство так балует, что потом исправиться невозможно. И все время спорят с детьми. Мой внук, моя внучка и так далее. Невозможно. И молодежь сейчас в основном старается жить отдельно. Здесь в деревушках пока, может быть, еще эта традиция сохранилась. Что сын остался с родителями. А так молодежь уже не так. В городах обязательно живут отдельно. Если даже нет квартиры, естественно, снимают. Снимают. Свадьба как выглядит здесь, в этих деревушках. Но до свадьбы сватоство. До сватоства знакомство. Но картошку собирают. Видите? Картошку, лук собирают. Берем пару мешков. 30-40 лет назад, в таких традиционных местах, пока людей не сватали, даже за ручку не держали. До свадьбы даже. А сейчас все по-другому. Обычно мамы, обычно мамы, папе рассказывают. Ну, либо там дочка влюбилась, либо сын влюбился. И потихоньку начинают набирать информацию о семье. О семье жениха или невесты. Ну, если даже не знакомы, их знакомят. В деревушках, конечно, все друг друга знают. А в больших городах это уже происходит по-другому. Иногда бывает так, что мама, папа, мы женились, все. Даже не сообщают. И такое есть. Есть, реально есть. Поэтому я сказал, что у нас тоже в городах, как у вас, так и у нас. А в деревушках это более-менее серьезно все выглядит. Обязательно родственники жениха идут в гости, чтобы попросить руки невесты. Обязательно старший из семьи жениха должен быть. Если даже отца нет, кто-то из дяди, кто-то из родственников обязательно должен быть. Должен одеться красиво, в костюме, в руке букет, шоколад. И, естественно, и мама, и сестра, родственницы. Зависит от семьи. Если семья слишком традиционная, сидят отдельно. Мужчины отдельно, женщины отдельно. Или вместе сидят. Немного вначале, если у них особо знакомства нет, немного вначале бывает напряженно. Поэтому беседа начинается о воде, о воздухе. Иногда несколько раз друг друга спрашивают. Наслсенес? Представьте, спросили, через пять минут еще раз наслсенес. Но беседа потихоньку так начинается. И в итоге отец жениха говорит, по волю Бога, по разрешению пророка, мы просим руки вашей дочки для нашего сына. А в это время невеста, естественно, должна красиво деться в кухне. В кухне ждет момент. Обычно что отвечает отец невесты? Ну, там молодые, увидели друг друга, влюбились и так далее. Что мы можем сказать? Мы только желаем своим детям счастья. Чтобы они счастливы мы были. Ну, по-любому надо спросить у дочки. А дочка уже в кухне, готова сварить это, кофе, турецкой кофе. Своими руками должна сварить кофе. Если кофе она переносит сладкую, значит она согласна. Если переносит кофе горькую, горбуза на дорогу. В последний момент она передумала. Этого, конечно, не бывает. Но над бедным женихом издевается по полной программе. В его чашку, кроме кофе, все. И соль, и острый перец. Все попало. И она так, ловко, и переносит на красивом подносе. Есть такие подносы с серебряным покрытием. В этих красивых чашках переносит этот кофе гостям. Но в это время, конечно, не все же там родственники, родственницы ее увидели. И они внимательно смотрят, как она выглядит. Да, берут кофе, улыбаются. Спасибо, дочка. И когда уже берет чашку жених и делает глоток, еле-еле глотает, улыбается и говорит, было очень вкусно. Другого выхода нет.